Всем здравия! Сегодня мой рассказ пойдет не о мифе, точнее, не конкретном мифе, а о небольшом исследовании нескольких мифов. Темой моего исследования стала некоторая неясность относительно того, что волк, сын Индры и наш батюшка Велес — это одно и то же лицо, то есть одно из воплощений Велеса, так как о том повествует миф, о котором я рассказывала в предыдущем видео о рождении волха. Дело в том, что такое определение волха мне изначально показалось чем-то не тем. И вот, покопавшись в кое-какой информации, я нашла еще одну версию мифа о волхе. Он действительно родился от Индры, Змея Огненного и Матушки Земли, которую Индра по одной из версий взял в жены обманом, а по второй версии просто изнасиловал. Однако боги дали их сыну Волху судьбу воина, защитника людей, и от отца он унаследовал только силу. Волх родился очень яростным и жаждал отомстить Индре за то, что он сотворил с землей матушкой, его матерью, и за его нечестивые дела относительно людей. Однако в дальнейшем он начинает поступать не очень благоразумно, о чем рассказывалось в предыдущем видео. И миф называется рождение Волха. Сам же наш батюшка Велец упоминается в связи с Волхом в этой версии, только как его учитель, который обучил его и письму, и обращаться в животных, и различной магии. В общем, всем тем, чем владеет наш батюшка Велец. Но по одной из версий Волх все-таки сражался с Индрой, огненным змеем, и победил его. Но Волх — это не Велес. Это словно младший брат Велеса. Если рассматривать это с астрологической точки зрения, Велес или Рамна отражается как функцией Плутона, а Волх — это функцией Марса. А Марс — это нижняя октава Плутона. И все-таки они разные. Подтверждение тому есть еще одно. По мифам известно, что Волх, покаявшись своей гордыни, женился на Леле, дочери Сварога. Волх и Леля, Марс и Венера — это Сварожья пара. У Велеса же было много жен, когда он проходил свои уроки любви. В конечном итоге Велес встречает Виллу Сиду в мире Нави, которая и поясняет ему, что образы всех этих жен принимала она. Вот что сказано в одном из мифов. «Ты ли это, Ася Звездинка?» — вскрикнул Велес и принял чашу. «Это я, Великая Сида. Я ж Звездиночка, дочь Садко. Я ж Ненилушка Святогоровна, та, что стала бурей-ягой. Так же я, Премудрая Вила. Я и Домнушка, дочь Сварога. Так же я, Хозяюшка Камня и Азовушка Золотая». То есть здесь перечисляется воплощение всех женщин, с которыми был связан Велес. Ещё она так сказала. «Много раз я в мире рождалась, много раз покидала мир, и во всех назначенных жизнях я всегда тебя находила. Здравствуй, Рамна, Асила, Велес». И ответил ей Велес мудрый. «Здравствуй, Сида, Азовка, Вила». Как видим, Леля в этом списке имён не значится. Значит, Волх и Велес различные боги. Волх – бог-защитник, воин, а Велес – хранитель нашего родового древа, хранитель наших душ, бог мудрости, ибо древо рода хранит в себе все тайны мироздания. Тут можно сравнить Велеса со скандинавским Одином, провисевшим девять дней вниз головой на древе рода и постигшим тайны рун. Исходя из моих исследований, было бы неправильно называть Волха Велесом. Или, возможно, но только с оговоркой, что Волх – это как некая младшая ипостасть Велеса, но не сам Велес. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok